МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня сообщили о намерении члена Верховного суда Стивена Брауэра, уйти в отставку. Официально объявить об этом Байден должен, наверное, завтра. Брауэру 83 года. О желании подать в отставку он в плане рассуждений говорил уже давно. Он представляет либеральное направление в Верховном суде. Так что назначение замены ему Байденом, который, конечно, не назначит консерватора, баланс сил в Верховном суде не изменит. Другое дело, что если бы Брауэр ушел после выборов осенью, это могло бы серьезно усложнить ситуацию для демократов. Осенью большинство в Сенате легко может перейти к республиканцам, но с утверждением нового суди тогда возникли бы большие трудности. Байден во время предвыборной кампании обещал назначить Верховный суд женщину и при этом афроамериканку. Сегодня это намерение на брифинге Белого дома подтвердили. Если Байдену действительно так уж мешает его совсем малокомпетентный вице-президент Камала Хэррис, как часто говорят, то он может направить в Верховный суд именно ее, чисто теоретически. Сегодня Федеральный резерв объявил, что повысит в первый раз из четырех в этом году учетную ставку уже скоро. Расценили это как почти гарантированное удорожание кредита уже в марте. В результате финансовые рынки первоначально пошли вверх, затем немного вниз, а закрылись практически на нуле. Обычно удорожание кредита бизнес не радует, но сейчас компании первоначально скорее приветствовали по крайней мере большую ясность и отсутствие, судя по всему, чрезвычайных, еще более далеко идущих мер по борьбе инфляции. А затем поняли, что особенно радоваться все равно нечего. Согласно сегодняшним цифрам, число заражений снизилось на 14% по сравнению с тем, что было две недели тому назад. Пока в то же время продолжает расти число госпитализации, а также и смертельных случаев, которые достигли весьма высоких значений в 2362 таких случаев в сутки. Это увеличение на 35% по сравнению с тем, что было две недели тому назад. Показатели по тяжелым и смертельным случаям отстают от показателей по заражениям на две или больше недель. Сегодня, как бы то ни было, снижение заражений продолжалось особенно быстро на северо-востоке. В Нью-Йорке и Нью-Джерси заражение сейчас всего треть от пика в начале января. В то же время заражение в таких штатах, как Алабама и Северная Дакота находятся сейчас на максимуме. Опубликованы результаты первого исследования по факторам, которые приводят к так называемому долгому ковиду. Это заболевание продолжается иногда не 3-5 дней в наиболее острой форме, не неделю, но по несколько недель, даже месяцев с потерей у людей ощущения вкуса, обоняния с болями в теле, слабостью и так далее. Выяснить, кто предрасположен к длинному ковиду, крайне важно. Тогда можно было бы начинать интенсивное лечение этого более опасного вида заболевания с первых же дней болезни. Согласно исследователям, на перспективу более длинного и опасного заболевания может указывать необычно высокое количество вирусов крови на ранней стадии болезни. Присутствие в крови так называемого вируса Эпштейн-Бар, в котором большинство людей заражается еще в детстве, который затем находится в организме в дремлющем состоянии. Ну и четвертый фактор – это диабет второго типа. Из Белого дома сегодня сообщили, что США, Великобритания, некоторые другие страны, НАТО сейчас рассматривают возможность направления новых тысяч военных в Восточную Европу. Сообщали о готовности к развертыванию дополнительных 8,5 тысяч американских военных, но в составе в основном общего корпуса быстрого реагирования НАТО. Не все члены блока поддержали эту идею развертывания еще и дополнительных сил, и поэтому сейчас речь идет о новых соединениях, не сил коллекционных общих, но подчиняющихся национальным командованиям. Подразделения передового базирования уже имеются в Польше и в Прибалтике, аналогичные силы планируют создать в Румынии, Болгарии и Венгрии. Письменные ответы США на предложения России были переданы российскому МИДу уже сегодня, как сообщили из Москвы. Публиковать этот ответ не планируют, так же, как не публиковались и российские предложения, переданные Вашингтону и НАТО в декабре. Известно, однако, конечно, что Россия требует гарантий того, что Украину не будут принимать в НАТО, что вообще не будет расширения НАТО на восток. Россия требует, чтобы в Восточной Европе военной активности НАТО не было, чтобы Восточная Европа была вообще признана сферой влияния России. Это требование России Запад считает неприемлемым, и поэтому ограничиться США и НАТО хотели просто устным, как бы не столь уж обязательным ответом. Однако, госсекретарь США Блинкен и Лавров встретились на прошлой неделе, контакты вроде бы завершились, и обсуждать уже вроде бы стало нечего. Ну и обещание на прошлой неделе все-таки письменного ответа на российские инициативы расценили как возможность хотя бы переговоры продолжать. Между тем, президент Зеленский и министры его правительства несколько раз в последнее время заявляли, что опасности немедленного начала военной интервенции России нет. Зеленский заявлял, что вообще о чем-то новом говорить неправильно, поскольку Украина в подобной обстановке живет уже 8 лет. Также на Украине стали даже звучать обвинения против западных стран в том, что они излишне обостряют обстановку, слишком сгущают краски, чтобы достичь каких-то своих корыстных личных целей. И украинское правительство также обвинило Госдеп в слишком поспешном вывозе из Киева семей дипломатов, заявив, что необходимости это делать не было. Зеленский, члены украинского правительства, пытаются избежать паники, не хотят слишком резкими заявлениями раздражать Россию. Также Украине сейчас к широким потокам идет военная помощь. Последний такой объем помощи был утвержден сразу на 200 миллионов долларов. Помощь будет продолжаться, если на то, чтобы ее освоить, еще есть время. Но объективно получается, что Байден также непрерывно, как о необходимости всем проходить вакцинацию, повторяет сейчас в каждом своем выступлении, что Россия может нанести удар в любое время, а предполагаемая жертва говорит, что все не так уж плохо, и что непосредственной немедленной угрозы нападения нет. Также по-настоящему у США сейчас и серьезная проблема с союзниками по НАТО. И в первую очередь в Германии, где имеется совсем новое правительство канцлера Олафа Шульца, которое по определению менее энергично поначалу, чем предыдущее правительство, Меркель. Но главное, что Германия и традиционно в связи с ее прошлым всегда крайне неохотно участвует в каких-либо совместных военных операциях, так же, как и в санкциях. Байден вечером в понедельник после виртуальной встречи с союзниками оптимистично заявлял, что переговоры прошли очень-очень хорошо, но по главному вопросу об экономических санкциях единства среди союзников по НАТО по-настоящему нет. Германия занимает крайне туманную позицию. Очень важный вопрос – это газопровод из России через Балтийское море. Строительство его в основном завершилось еще осенью. Германия до сих пор не дает разрешения на начало его функционирования и звучали заявления о том, что в случае российской интервенции газопровод этот и не заработает. Но в ходе последних приговоров Блинкена в Бонне немецкое правительство подтвердило, что в близком будущем с открытием газопровода может некоторое время подождать, но Германия, как было сказано, в долгой перспективе мало что может сделать, поскольку этот проект как бы частный, а частный капитал ограничивать у правительства возможности небольшие. Санкции против России, чтобы быть действительно эффективными, должны включать эмбарго на покупки российского топлива, российских вооружений и исключения российских банков из всемирной банковской системы. А эмбарго на покупку российской нефти и газа возможно только, если Германия перестанет покупать российское топливо. Байден говорит об этих санкциях как о чем-то уже решенном, но Германия не дает даже согласия пока на долгое закрытие северного газопровода. Нужно, конечно, учитывать, что положение США и Европы, разная Америка в российском топливе, вообще не заинтересована, а Германия обеспечивает за счет России треть всех своих энергетических потребностей. Байден вчера, правда, заявил, что предпринимает усилия к тому, чтобы ближневосточные страны резко расширили поставки топлива Европе, но усилия, конечно, это не то, что гарантированные поставки. Помимо всего прочего, ближневосточную нефть и главный газ нужно каким-то образом доставить в Европу, для чего может и физически не хватить, соответственно, оборудованных судов. По-настоящему Германия, если Путин даже и действительно дойдет до Киева, все равно не оставит сотни тысяч своих жителей зимой без тепла. А без Германии сильная единая коалиция, вводящая небывалые жестокие санкции против России, не очень реалистична. В России, между тем, сегодня широко показывается фраза из заявления Путина, говорящего, что события в Восточной Украине напоминают геноцид против русских. Появляется статья о том, что украинские националисты готовятся буквально вырезать тех, кто на Украине говорит по-русски, говорится, что Запад явно планирует агрессию, которую нужно предотвратить предваряющими действиями российской армии. На этом наша передача подошла к концу, я прощаюсь с вами до завтра, до свидания. Продолжение следует...